Добрый вечер. О, наконец-то. Здравствуйте. Ольга Александровна, вот мы вас и дождались. Сегодня постараемся дать как можно больше полезной информации нашим друзьям. Первый вопрос, который, я думаю, нужно обсудить. Делали вы сами вакцину? Да, я привита. Привита с пупником. Вторая доза у меня 29 мая. А, то есть вторую дозу уже вы получили, да? Да, я с QR-кодом, свободно, белый гражданин. Все, вас можно приглашать в ресторан и куда угодно. Да. Все, пусть все знают. Я тоже привился, я привился несколько дней назад. Сегодня у меня, по-моему, пятые сутки. И вот с 20-го числа можно будет уже ставить вторую. По поводу побочек я не ощутил ни одной, на самом деле, небольшая боль в плече. Но не такая критичная, чтобы я вообще о ней думал. Вот, поэтому... Как вы, кстати, перенесли первые этапы? Аналогично. Но боль в плече сразу понятно, с чем это связано. Введенный аденовирусный носитель проникает именно в те клетки, где ввели. Поэтому вот это субъективное ощущение боли – это прям норма, норма, норма. То есть в этом нет ничего страшного. Просто кто-то жалуется, что температура там 38-39, ломит все суставы и кости. То есть это тоже как побочка, с которой стоит смириться, да? Да, к сожалению, не очень хорошее, потому что выбивает особенно молодых людей на 2-3 дня. Но сегодня всем мировым сообществам принято, что это даже не побочный эффект, а несколько вот такая реакция на вакцину. Ранее это бы отнесли к осложнению, да? Сейчас сопутствующие ощущения. То есть пугаться не надо, НПВС нам в помощь. Я понял. То есть какой-нибудь немесил можно выпить и, в принципе, забыть о том, да? Да, и обычно дает очень хороший эффект, температура прям сразу уходит. Так, здорово. Примем на заметку. Так, вот в итоге мы все вакцинированы. Кто-то полностью, кто-то еще не до конца. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вот он у нас сейчас отразится, потому что немного задержка идет. Так, так, так. Сейчас высчитаем как раз. Вот задержку у нас получается секунд 10. Вот у нас три вакцины, которые... О которых говорят все. И реально меня достали этим вопросом. Почему ты поставил спутник? Почему ты поставил там не какой-нибудь кэби-вак? Чем они отличаются, хотелось бы вас спросить? И вообще, нужно ли выбирать между ними? Да, они действительно принципиально отличаются. Спутник, наверное, так и назван, потому что, смотрите, взяли безопасный вирус, его оболочка. Это ракета. У ракеты есть, ну и там, где закодирована вся информация. Получается, что выключили ген размножения. Грубо говоря, безопасный аденовирус кастрировали. Размножаться не могут. И кастрированный, значит, вирус. Да. И встроили туда кусочек гена коронавируса, который кодирует вот тот самый щипик, корону на поверхности вируса. Ракета попадает в организм, проникает в ту клетку, которая рядом, раздевается, хочет размножаться. Да, все очень романтично, но вирус кастрированный, размножение не пойдет. А вот эта информация о коронавирусе, это кодируется S-протеин, белок. И клетка начинает его синтезировать. Он выделяется, вирус, подчеркиваю, не размножается, носитель. Живого коронавируса там нет. Наша с вами клетка начинает выделять шипик, белок аденовируса. Этот белок вызывает интерес у клеток иммунной системы. Они его скушивают, несут в лимфоузел, показывают. И запускается иммунный ответ на синтез тех самых иммуноглобулинов, которые потенциально будут в будущем ловить коронавирус за этот шипик. Сами поймите, что вот именно эти антитела, вот проникает коронавирус шипиками. Эти антитела облепляют его, и коронавирус уже не может никуда проникать. Это реальная нейтрализация. С вирусом не контактировали, коронавирусом, а иммунитет имеем. Это классно. Так, то есть это стопроцентно работает, как бы это доказано, да? Потому что многие там говорят, это все не слишком исследовано, не проводились долгосрочные какие-то опыты, и мы все как подопытные. Да, начнем с того, что работает не стопроцентно. Даже те, кто его создал, не заявляли о стопроцентной эффективности. Как минимум... У них сто процентов не заявляет никто, по-моему, ни один препарат. Никто никогда. Сто процентов мы себе не верим, да? Что говорить о чем-то другом. Поэтому у шести процентов, в принципе, иммунитет не будет вырабатываться и на вакцину. И это нормально. Другой момент. Что у определенного количества людей титр антител, которые выработались, количество антител, тоже будет не совсем достаточное. Поэтому сейчас заговорили о ревакцинации. Третий момент. Вирус несколько меняется. О чем мы сейчас слышим, да? Дельда, штамп, Москва. Это будет следующий вопрос, да? Это тоже есть по поводу мутации. Хорошо. Давайте так. Спутник. Аденовирусный носитель – самый большой прикол в этой ситуации. В чем суть? Это не новое изобретение. Ранее тот же институт Гамалея уже создавал вакцину для профилактики Эбола. Начинали по гриппу. И, в принципе, аденовирусный носитель, векторная вакцина уже изучена. Давно-давно-давно. Просто сейчас вытащили и применили в приложении к коронавирусу. Мы не за год это придумали. Я понял. То есть это давно проверенный препарат, который просто решили, так скажем, модифицировать под ситуацию, которая сложилась. Ракету. Да, Леша. Ракету создали давно. А вот то, что в нее запихнули, это связано с коронавирусом. Ну, в принципе, понятно. Тогда следующий. Ковивак. Ковивак. К чем она будет отличаться? Давай про эпивак начнем. Потому что появилась вторая вакцина. И заявлена была, нет побочных эффектов. Будем прививать пожилых. И все будет классно и хорошо. Что получилось? Ой, что получилось? Получилось, что на данный момент мы не обладаем статьями в международных журналах об испытаниях, исследовании данных вакцинок. Вот по спутнику ВИ две статьи в журнале Велансет. И это классно. Да, там были споры, ответные письма, но была дискуссия и проверялись результаты. Я верю в журналы Велансет, как доктор. А вот по эпиваку есть одна российская статья, и то она о первых двух фазах исследований. Нет полного объема. Поэтому мы сейчас с тобой не будем спекулировать, говорить, вот люди писали, что у них нет антител. Это бабушка на дворе сказала. Для меня, как для специалиста, почему я советую спутник, а не пиваккарона. Я как доктор не прочитала должного объема опубликованных данных. А значит, я не могу, как специалист, свое слово давать за этот вариант. Ну, а полагаться как бы на какие-то слухи тоже, наверное, глупо. Конечно, конечно. Мы сторонники доказательной медицины, да, новое поколение врачей, и мы хотим видеть все методы исследования и все требования международные, которые соблюдаются. Полностью согласен. Да, здесь мы не говорим, что они работают. Мы говорим, возможно, появятся результаты, которые докажут, что она столь же эффективна. В чем там суть? Искусственно синтезируются компоненты того же самого шипика S-протеина, и они прикрепляются, условно говоря, к веществу, стимулирующему иммунитет, адъюванту. Вводятся в организм, но того объема иммунного ответа, как при проникновении в клетку ракеты спутника, не происходит. Все на поверхности иммунитет будет, даже если пиваккарона классно работает, иммунитет будет менее длительный, и это уже минус. Да, побочек нет, им взяться неоткуда. Поэтому все-таки пиваккарону чуточку пока отодвинет. Но обычно, если сравнивать с другими препаратами, чем меньше побочек, тем слабее обычный препарат, если как бы в общем сравнивать или неправильно. Конечно, иммуногенность у пивака точно, даже при всем, если верить в все, чему говорят просто на пресс-конференциях. Правда? Все говорят, из тех, кто с ним работает, иммуногенность ниже. Но даже и эффективность тоже под вопросом. Ковивак. Тот самый модный по советским традициям, классическое, удивляюсь. Когда молодые люди твоего возраста, моложе, вдруг с дрожью в голосе, можно услышать, вы знаете, это же советская классическая вакцина. Хочет Эврик, что вы знаете про советский союз. Так вот. Ничего не знают, не знают, как там лечили. Но романтика есть. Верят больше советскому союзу, чем нынешней ситуации. Нонсенс, но факт. В чем суть повивака? Взяли коронавирус, убили, грубо говоря, и убитый вариант, инактивированный, вводят в организм человека. Казалось бы, да, классической технологии, все здорово, но какой минус? Вот спутник и тот же эпивак формируют антитела к шипику, моему любимому на поверхности коронавируса. Эти антитела нейтрализующие. А вот когда ковиваку, антитела вырабатывают ко всем компонентам. Насколько это хорошо? Пока вопрос. Снова же, ни одной пока статьи. По пиваку-корону хотя бы есть одна в журнале медицинской иммунологии. По ковиваку пока ни одной. Может быть, это самая лучшая вакцина. Но я как специалист хочу увидеть статьи, почитать, посмотреть, сделать вывод. Ну, исследование хотя бы, какую-то статистику. Конечно, какие методы применялись, какие способы, в циферках посмотреть, насколько иммуногенно, насколько безопасно. Мне нужны цифры. А не просто восторженные это из Советского Союза технологии. Но я думаю, пока она работает на основе плацебо, потому что если они так сильно верят в Советский Союз, то значит, они будут верить в лечение. Святое дело. Да, вообще наша психика – это наше все. Поэтому будем верить, будем ждать. Все-таки по закону сейчас допущено три вакцины. Наши пациенты имеют право выбора. Но для себя я выбрала спутник. Своим пациентам я тоже рекомендую спутник аденовирусную вакцину. Так, ну здорово. Я думаю, по этому вопросу достаточно такой объемный ответ. Кто не поймет этого, то я не знаю, куда поверхностей можно было уже это объяснить. Давайте посмотрим, что у нас следующее. Так, следующий вопрос. Сейчас на экране у многих тоже обновится. Стоит ли делать сейчас вакцинацию или подождать немного, когда будет чуть больше исследований и, может быть, выйдет еще какая-то вакцина? Как вы считаете? Смотрите, если поговорить по спутнику, то мы уже год с ним работаем. Плюс не только в России, но и в других странах. Представьте, если бы были какие-то побочные эффекты, но вот такие, не очень отдаленные, то другие бы страны не скрывали их. Я всегда привожу теперь в пример Сан-Марину, страна, которая прерывается спутником. Вакцинировано более 60% населения, населения, и вирус отступил в этой стране. Не лучше ли это гарантия? Чего подождать? Да, конечно же, мы мечтаем, что Институт Гомолея сейчас еще разрабатывает вариант интраназальной вакцины, когда будем закапывать. В чем плюс? Будет формироваться местный иммунитет на слизистых. Ведь вирус проникает через носоглотку. Через слизистые, да. Я бы тогда в рот еще забрызгал его. А она там будет распространяться. Стимуляция будет. Ну, по носоглотке, да? Конечно, иммуноглобулинах, которые будут секреторны, он будет на всех слизистых. Это будет дополнением, классным дополнением. Сейчас мы получаем спутник Лайт для ревакцинации. Тоже уже хороший вариант. Чего еще подождать? Ну, кто-то мечтает об Pfizer и Moderna, да, и о МРНК-вакцинах, которые импортные. Эффекты не будут лучше, чем от аденобирусных факторов. Если и будет отдаленная побочка, то будет и у тех, и у других. Ну да, я думаю, предугадать сложно, какая больше подойдет, какая меньше побочек вызовет. Конечно. Тут такая теория вероятности. Надо еще понимать, какая цель. Все-таки цель – получить качественный иммунитет. Ну да, я считаю, чем раньше ты его получил, тем лучше. Как бы ждать чуда. Можно просто его не дождаться, как я понимаю, с учетом распространения в наше время. Конечно. И с учетом ограничений по жизни. Я, например, хочу пользоваться тем, что есть. Я хочу быть QR-кодом. Цинично, но... Согласен, тоже верно. Так, следующий вопрос. Защищает ли вакцина? Ну, я думаю, нет смысла его обсуждать, потому что реально мы его уже обсудили, по сути, в первом вопросе. Единственное, знаешь, делаю ремарку вот такую, защищает или нет. Человек не должен быть уверен, что если он привит, что он точно не заболеет. Почему? Так как даже разработчики говорят, вакцина защищает в первую очередь от тяжелого течения, а не только вот прям от заболевания. Вполне возможно, инфицируется, но не будет тяжелого и, самое главное, летального исхода. Я понял. То есть, если ты вакцинированный и ты заболел, то ты должен быть рад, что ты не умер. Да? Ну, заболел, но надо понимать, что ты заболел бы еще сильнее, если бы не... Конечно. Конечно. В принципе, все справедливо достаточно. Так, тогда перейдем вот к следующему. У многих возникает вопрос, почему мы лечим пневмонию вирусной природы антибиотиками? Потому что реально дают большие дозировки антибиотиков почему-то. И у меня тоже вопрос по этому поводу. Слава Богу, что мы сейчас уже в соответствии с временными рекомендациями, которые обновляются, и это плюс Российской Федерации, нашему Минздраву, антибиотиками уже COVID-19 не лечат. И про оценку четко в прямых эфирах постоянно говорит, что даже в реанимации выводят пациентов без антибактериальных препаратов. Это реальное, ну так скажем, как корректно сказать, заблуждение, которое долго существовало, когда назначали по два, иногда и три антибактериальных препарата. Наверное, сработал стресс, плюс чего боялись в стационарах присоединение вторичной бактериальной инфекции. Ну, вероятно. Да, а до диагностировать не успевали. И вот всеобщая паника, да, привела к тому, что в определенный период широко назначали антибактериальные препараты. Сейчас нет. Сейчас нет, да? Так, ну тогда вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Переходим к следующему. Вот, очень распространенная новость, на самом деле. Часто вижу в Инстаграм практически каждый день, что марихуана каким-то образом спасает от ковида. Причем, знаю людей, которые прям серьезно пытаются это профилактировать каждый день практически. Что вы скажете как специалист по этому поводу? Это в зависимости от социального слоя и уровня, да? У кого-то спирт. Классно. Лучший способ профилактировать. Можем об этом говорить. Но, во-первых, марихуана не может профилактировать профилактировать по той причине, что, а, уже доказано, даже без всякой зависимости изменяется мукозальный иммунитет, местный иммунитет верхних дыхательных путей. Он снижается. Подвижность снижается, да? Да. Подвижность в орсинах банально снижается. А образование слизи и так далее, и так далее. Ее густота. В третий момент подвижность клеток снижается иммунно. И этот миф, наверное, может быть, человек очень сильно боится в здравом состоянии, а после психотропного эффекта уже не боится. Профилактирует. То есть вопрос страха, да? Потому что чем больше мы чего-то боимся, скорее всего, этим мы и заболеваем. Конечно. А человек психоэмоционально нестабильный даст более выраженный иммунный ответ. А ведь в COVID-19 тяжесть его течения развивается не столько вирусом, сколько иммунной реакцией. В определенный момент наш иммунитет со светлой стороны переходит на темную сторону и пытается убить человека. Это очень важно понять, что именно как правильно развивается иммунный ответ и определяет течение заболевания. Психоэмоциональный статус Да, да, вот психоэмоциональный статус, я думаю, влияет в основном на любое заболевание, даже будь то онкология, пневмония или простудия. Конечно, конечно, конечно. Тем более хронический стресс. В нашей ситуации уже год люди чего-то боятся. То есть марихуана поможет только в борьбе, наверное, с хроническим стрессом, да? И заведет в иммунодефицит со вторично тяжелым течением коронавирусной инфекции. Лучше в спорт встал и на буду. Вот я полностью согласен. Поэтому я каждый день практически занимаюсь спортом и профилактирую это дело. Так, теперь по поводу того, что вирус мутирует. Многие люди думают, что если они поставят, так скажем, вакцину, то вирус изменится там через какое-то короткое время, и якобы она больше не поможет, то он сделал это зря. Давайте как-то этот миф разоблачим. Да, вопрос хороший. Когда стали объявлять, что вирус изменяется, было выступление мэра Москвы, когда он сказал фразу «Для защиты от новых штатов нужно в два раза более сильный иммунитет». Когда услышала я, то у меня возник вопрос, в чем вешать, да? Как измерить в два раза иммунитет сильнее или в три? Но потом замечательный сложный вопрос, но на ответ все-таки есть. Всемирная организация здравоохранения уже в прошлом году призвала всех производителей тест-систем откалибровать тест-систему, чтобы можно было переводить в единые международные единицы и вот это количество иммуноглобулина G сравнивать. потому что если сейчас сам сталкивался, пациенты когда приносят у одних в одних единицах, у других в тысячах, где-то по старой форме, где-то по новой, кто-то приезжает из другой страны, там вообще ничего непонятно. Да. И доктор в тупике, как измерить, а ведь пациент приходит не просто сказать ему «Да, вы контактировали», а пациент спрашивает «Меня это защитит?» Я для себя искала ответ и нашла, по крайней мере, французы, основываясь на данных тех тест-систем, которые откалибровались по международным требованиям, это в частности новое количество ЭБОД, они примерно обозначили цифры. Допустим, по тест-системе ЭБОД количественный это более тысячи. Вот тогда защищают и от новых штаммов. В чем суть? Что мы боимся? Когда и коронавирус меняется, мы боимся момента, когда изменится эс-шипик. Не просто так, мы все время говорим про этот эс-шипик. Эс-шипик обеспечит прикрепление и проникновение вирусов клеток человека. Антитела, которые стимулируют вакцина, к эс-шипику. Если новый вариант его абсолютно изменит, антитела перестанут работать. На сегодняшний день все производители вакцин проверяют за счет сыворотки, берут сыворотку привившихся и проверяют, как она нейтрализует вирус. На сегодняшний день вакцины все работают, но количество иммуноглобулина G надо больше, чем было для профилактики уханьского варианта. Именно поэтому встал вопрос о ревакцинации. То есть вот какой-то новый штамм сейчас появился, который прям типа косит молодых и друзья реально звонили мне. Да, был дельта, сейчас вариант есть дельта плюс, но снова не надо паниковать. Это тот же SARS-CoV-2. Вот пока вирус называется SARS-CoV-2, это незначительные изменения, которые не затрагивают достаточно стабильный S-шипик. А если и затрагивают, то незначительно. Антитева работают. То есть это мелкие мутации, они как бы не сильно влияют. Пока да. Что будет дальше, это мы будем наблюдать, но на данный момент вакцина защищает. Так, это хорошие новости. Тогда мы сделали что-то не зря. Так, идем дальше. Вот такой вопрос, не совсем по нашему вирусу, но почему укусы комаров вызывают аллергическую реакцию и как бороться вот тем людям, которые просто умирают от зуда, когда их кусают комары. Ну, во-первых, комар, чтобы было не больно, когда он кусает, и чтобы мы его не убили, он впрыскивает определенное вещество. И вот эта индивидуальная реакция организма всегда вызывает покраснение, но она в разной степени выраженности. Поэтому, если покраснение более определенного количества сантиметров, то здесь мы можем применять как местные кортикостероиды, типа адвантаны и так далее, если действительно отек, или местные антигистаминные препараты. Но я не буду про народный раствор соды и так далее, и так далее. Надо разобрать обыкновенную реакцию от действительно аллергической. Если это небольшое совсем воспаление легкий зуд, то, скорее всего, ничего страшного, да? А у некоторых просто распухает прям до нескольких сантиметров. Да, это уже аллергическая реакция и здесь можно даже топить эти местные кортикостероиды типа гладвантаны и других вариантов. Хорошо. Так, это мы разобрали. Так, у нас остается просто вирус. Основные моменты, я думаю, мы разобрали. Много вопросов было по поводу того, за что его отчислили с кафедрой микробиологии, почему я сдал с третьего и четвертого раза, но я думаю, что обсуждать эти вопросы не стоит, потому что они все-таки сами в этом виноваты. Личку пусть пишут, я расскажу. Виктор Александрович, кстати, Чичайкин на огромную благодарность вам выражал, сказал, что он стал таким сильным из-за вас. Поэтому спасибо. Трудно в учении и легко в бою. Кстати, Алексей, хороший был вопрос по поводу вакцинации беременных. Да, да, вакцинация беременных, да, было бы интересно узнать. Во-первых, так очень быстро, резко Минздрав отменил противопоказания, которые сохранялось, это то, что нельзя проявлять беременных. Есть ряд государств, которые ранее, чем Россия, отменили противопоказания беременности. На сегодняшний день данные есть на животных, что нет какого-либо циротогенного эффекта, плюс часть женщин, которые уже привиты, оказались во время вакцинации беременными. Этот опыт небольшой, тоже накоплен, вроде данные не опубликованы, но на основании чего-то Минздрав такой вывод сделал. Поэтому действительно реальной опасности для вакцинации у беременных нет, это чисто если смотреть на базовые вопросы иммунологии. В чем плюс? Например, в других странах беременных очень активно прерывает вообще и от коклюша гепатита В. Почему? Ведь мама иммуноглобулина G во время беременности, которую вырабатывает ее организм, через плацент отдает ребенку. Ребенок рождается и некоторое время он защищен, пока не наработает свой иммунитет. То есть поэтому прививаясь во время беременности мама защищает и себя и ребенка на тот период, когда он родится, первые несколько месяцев. Но о чем нужно сказать? По тем клиническим рекомендациям, которые Минздрав на днях опубликовал, беременность еще как противопоказание. Интересная вещь. В инструкции уже можно, а в клинических рекомендациях еще противопоказания. Как-то разошлись немножечко два документа, которые регламентируют вакцинацию беременных, и там еще такая скользкая фраза, когда риск для матери не превышает опасность для плода, то есть где-то нужно померить риск. Каких единиц тоже пока не знаем. Может, они вот этим разногласием в статьях пытаются как-то свою ответственность на всякий случай скинуть. Я думаю, клинические рекомендации написали раньше, чем уже объявили, что это не противопоказание. Исправить не успели, они, наверное, вышли. Скоро будет пересмотр 2.0 и так по-другому. Скорее всего, будет корректировка, да? Да. Кормящие тоже отдельная история. У меня есть две пациентки, кормящие мамы, которые на свой страх и риск все равно привились. И все с ними в порядке, надеюсь? Все с ними в порядке, с ребенком тоже, хотя это условное противопоказание, но только по той причине, что пока нет должной базы наблюдений. Такой вопрос еще. Многие пытаются сейчас каким-то образом получить медотвод от того, чтобы не делать вот эту вакцинацию, и люди интересуются с хроническими какими-то заболеваниями, да? Как им быть? Или, допустим, как вы относитесь к вакцинации диабетиков? Есть ли какие-то риски? Да, вот как раз людям с сахарным диабетом, с аутоиммунными заболеваниями, с онкологическими заболеваниями привиться нужно, потому что именно эти люди в группе риска и летальному исходу, да. Но вопрос, когда привиться, да? Если у человека неконтролируемый уровень сахара, не подобрана терапия, конечно же, не в этот момент нужно бежать. Надо пойти к эндокринологу, сбалансировать свое хроническое заболевание и идти вакцинировать. Конечно, конечно. Плюс писал пост на эту тему пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой тоже прививаются. Только отдельный вопрос, какая у них терапия. Если они на фоне кортикостероидов, важно какая доза. Если на фоне менотрексата, тоже важно доза, снижать, убирать на две недели или нет. Сейчас есть клинические рекомендации общественных объединений докторов и ревматологов, и онкологов. Есть российские, есть европейские. Все об одном. Это не противопоказание, но доктор, доктор, который ведет данного пациента, должен определить наиболее безопасный период для данного пациента. Это важно, грамотный доктор, который знает клиническую ситуацию этого пациента. То есть лучше привиться? Конечно, бесспорно. Сейчас противопоказаний практически нет. Дети младше 18-ти и то сейчас испытания уже от 12 до 18 лет спутник проводят. Аллергическая реакция на компоненты вакцины и острые заболевания, ну, плюс грудное вскармливание. Других противопоказаний нет. Все вакцины? В общем-то стало намного больше, все понятно. Я думаю, что люди услышали ответы, которые хотели. Надеюсь, что... Это не только Россия. Вот что важно, Алексей, подчеркнуть, что это не только взгляд российской медицины, мы не доверяем пророков своем отечестве, да, это общемировая тенденция. То есть во всем мире все врачи к этому пришли и начинают делать. Еще такой вопрос, я не мог вам его не задать тоже. Сейчас по сети ходит какая-то статья, что в Мордовии в какой-то деревне тем, что написал, что евреям, только евреям якобы вакцины. Мы, наверное, читаем. Хайп и количество просмотров, это же круто, поэтому короткой дорогой нет, такой деревни нет. Такой деревни нет, да? Все-таки много у нас еще антипрививочников, да? Много и фантазии, фантазии. Людям хочется посмеяться в тяжелый период, но они смеются не на ту тему. Давайте привнемся и смеяться где-нибудь в уютных ресторанчиках над чем-нибудь другим. Согласен. Но мне понравилась фраза, чем больше антипрививочников, тем меньше антипрививочников. Мне не понравилось. Мы с тобой доктора. Это если как блогер, то да, значит, хорошо заходит. А как доктора, антипрививочник, мне не нравится даже этот термин, потому что он порождает деление людей, за или против. Это же верно. Откуда берутся 90% антипрививочников. Они не антипрививочники, они боятся. Возможно, они не встретили своего доктора. Возможно, у них в анализе встречи с доктором, который их обманул надежды. здесь нужно работать нам, врачам. Это наш косяк, что такой процент не доверяет. Ведь не доверяет нашему уровню образования, нашим с тобой знаниям. Если врач говорит, да, иммунолог, а в ответ сейчас будут о чем-то возражать. Люди, которые не имеют никакого к этому отношения. В принципе, недоверие в нашем обществе. Но я думаю, еще связано с тем, что в соцсетях ходят совершенно непонятные ролики, когда какая-то женщина надевает халат, представляется врачом какой-то там клиники и начинает рассказывать просто такой абсурд и бред, что я, когда это читаю, я понимаю, что это полный фейк, а когда человек неосведомленный читает, который, так скажем, чуть меньше в уровне образования, чем остальные, он же верит в каждое слово. А когда он видит то, во что он хочет верить, то это вообще сто процентов. Он начинает это репостить, они распространяют друг другу, и у них складывается такое мнение. Конечно, поэтому и чему-то тайному плохому человек в нынешнее время доверяет больше, чем официальные позиции. А если официальные позиции еще совпадают с специалистами, это точно заговор против населения. Я уже выступала на одном из каналов, и потом видео было в интернете, я даже услышала, сколько мне заплатили за рекламу вакцины и еще чего-то. Откуда у людей эти фантазии? Даже интересно. К сожалению, к сожалению, за такое не платят. Да, не платят. Все просто так. Но многие мне писали, что я продался, я поставил этот спутник, потому что там мне кто-то заплатил. Какой бред. Во-первых, меня бы не допустили в операционную, и это означает, что лишили бы работы. А во-вторых, я в какой-то момент понял, что лучше это сделать и не ждать худшего, потому что у меня... За это не платят. Да, потому что у меня за последнее время достаточное количество знакомых, так скажем, и ушло на тот свет соболезнованным их родственникам. Многие в тяжелом состоянии достаточно были в стационаре, кто-то дома, и я подумал, что мне бы так не хотелось. И, наверное, по этой причине тоже я привился. Конечно, нет. Спокойнее быть привитым, потому что, ну, есть даже то самое эмоциональное состояние, что все-таки я верю, что у меня есть защита. И это не всемирный заговор, вакцинация. Я всегда в пример привожу Екатерину Вторую, которая от натуральной оспы привила себя, вообще не было знаний. Императрица это сделала. Сейчас есть знания, специальная подготовка, а мы сомневаемся. Зато не сомневаемся в кровоте, которую едим. Вот. Вот это самое печальное. Предлагаю начать с колбасы, сомневаться в ней. Больше пользуюсь. Я вот перестал есть вообще такие продукты. Абсолютно. Да, и отлично выгляжу. Но это, конечно, для другого эфира, наверное, вопрос. Но я перестал есть продукты с консервантами и заметил улучшение. Абсолютно согласна. То есть, понимаешь, человек сидит с бутербродом и говорит, что он против вакцинации, потому что боится осложнений. Ну, хочешь сказать, товарищ, но ты сейчас тебя губишь. Но сомневается в вакцине. Ну, по поводу ожирения, конечно, это отдельная проблема и вообще движение людей. Многие, мне кажется, заболели, потому что во время карантина вообще даже не двигались. Они просто лежали дома на кровати, были максимально статичными, у них не вентилировались легкие, и они вот эту пылищу всю вдыхали в себя, которая скапливается месяцами дома. И мне кажется... Абсолютно классно. Я как иммунолог начала с того, когда реально поняла, что это опасно, что встал бегать по утрам. Я смотрел, я видел ваши сторис. Да, это была моя борьба. Да, это была борьба моя со стрессом и моя собственная профилактика для себя, как врача. Ну, я во время карантина тоже бегал, занимался на детских площадках. Меня один раз, конечно, полиция чуть не арестовала, но я, к счастью, быстро бегал. Согласны ли вы с вот этой политикой, что с QR-кодом можно ходить в рестораны и так далее, но детские площадки, парки начинают опять закрывать? Мне кажется, парки вообще нельзя закрывать в такой ситуации и наоборот людям больше гулять и дышать воздухом. Абсолютно. Но это какая-то своя политика, непонятная. Мне лично, как специалисту, непонятная, почему парки в первой линии? Я просто не понимаю, как сильно мне надо в парке чихнуть и какую концентрированную дозу мне надо из себя вычихнуть, чтобы вообще ей кого-то заразить. С учетом того, сколько там свежего воздуха, то, что там постоянно ветер, и я думаю, это бред. Абсолютно. Это, да, не совсем то, но, как говорится, тот, кто ничего не делает, тот не ошибается. Иногда обсуждать легче, да, чем принимать те или иные решения. Ну, возможно. Тоже есть такой момент. В чем-то ошибается, в чем-то право. Я научусь без полиции. Да? Ну, я надеюсь, многие люди после этого эфира немного по-другому посмотрят на эту ситуацию. Опять же, мы никого не заставляем там прививаться или нет, но просто пусть они хотя бы получат нормальную информацию от специалистов в этой сфере, да, потому что, когда начинают задавать вопросы кому угодно, там, я не знаю, логопеду, там, стоит ли вакцинироваться или нет, меня тоже достали, стоит или нет, я говорю, это ваше решение, но я вот захотел им дать чуть больше информации, чтобы хотя бы им было из чего выбирать. Абсолютно согласна. Ведь мы каждый подписываем документ, да, что сами несем всю ответственность за последствия вакцинации и так далее, и так далее. Но если выбирать, то вакцина это правильный путь. Да, может быть, какие-то моменты, что-то мы будем узнавать в будущем, появятся лекарственные средства и так далее. Но сейчас другого варианта нет, чтобы остановиться. Я понял. Ну, тогда все. Тогда мне не за вами, друзья. Я думаю, если появится какая-то новая информация, вы, скорее всего, поделитесь ей у себя в ленте, и я, естественно, сделаю репост. Вот, поэтому давайте прощаться, пусть все не болеют, берегут свое здоровье. Спасибо вам огромное. Вы очень много информации нам дали полезной. До свидания. Нас связали. Эфир я сохраню. Каждый может его посмотреть на Ютубе и, соответственно, вынести. Субтитры создавал DimaTorzok